Добрый день, дорогие овны! Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Это будет гороскоп для вас на ноябрь 2019 года. Вас ожидает интересный месяц. Многие из вас в ноябре будут погружены именно в себя и будут активно заняты своей внутренней работой. Кто-то будет занят с помощью занятий йогой, кто-то займется медитациями или будет выполнять разные эзотерические практики, ну а кто-то будет просто в ноябре читать много психологической литературы, чтобы найти для себя какие-то ответы на вопросы, которые вас беспокоили уже долгое время. Итак, дорогие овны, девиз для вас на ноябрь – черпайте свои силы сейчас в уединении. В ноябре снова будет действовать ретроградный Меркурий. Но на этот раз Меркурий будет идти по знаку Скорпион, и до 20 ноября Меркурий будет двигаться ретроградно. Об этом периоде ретроградности Меркурия и подробно о том, чего нужно опасаться в этот период, каких дел избегать и как он подействует на ваш знак, у меня на канале есть отдельное видео. Ссылку я оставлю под этим видео и советую вам подготовиться к этому периоду и посмотреть, поскольку этот период будет продолжаться три недели. Но давайте обо всем по порядку. Начинается месяц Новолуния, которое состоялось уже 28 октября. Новолуния состоялась в Скорпионе и было в точной оппозиции к Урану в Тельце на фоне квадратуры Марс-Сатурн и соединения Меркурия и Венеры. И, конечно же, это была сложная Новолуния для нас всех. Новолуния в Скорпионе позволит нам с вами разобраться в себе, расчистить какие-то психологические завалы, завалы нашего прошлого, которые мешают нам в нашей жизни двигаться вперед и решать наши проблемы. События, которые будут происходить в ноябре, могут быть неожиданными. Возможно, даже болезненными временами и будут связаны со стрессом. Так будет действовать Уран. Уран – планета освобождения, Уран – планета неожиданности, и он будет расчищать, уничтожать и рушить все, что уже отжило в вашей жизни и что должно сейчас уйти. Итак, Новолуния состоится в вашем Восьмом Доме. Восьмой Дом, дорогие Овны, это Дом чужих денег, денег, которые вы не заработали. А еще это Дом сексуальной энергии, Дом экстрима, наследства, кредитов. И, конечно же, по этому Новолунию вопросы займов, налогов, страховок, вашего семейного бюджета, наследства и ваших финансовых отношений, обязательств выйдут для вас на первый план. И также интимные темы с другими людьми тоже выйдут на первый план и станут такой главной темой декабря для вас. Серьезное внимание! В декабре вам нужно будет уделять вопросам страхования, вопросам налогов, долгов, наследства. И вот если здесь были какие-то проблемы, то сейчас они, конечно же, перейдут в острую фазу, и вам придется решать эти дела, вам придется срочно с ними разбираться. Старайтесь в этом месяце не брать кредиты, потому что, может быть, что вам будет очень трудно их отвернуть. Ну, а если даете обещания кому-то, дорогие овны, опять же, делайте это с полной ответственностью, что понимаете, что вы можете их выполнить. Ну, а если вы сомневаетесь в этом, то лучше не давайте никаких обещаний и не связывайтесь с обязательствами. Итак, как я уже сказала, в декабре кто-то из вас будет оплачивать свои счета, решать проблемы со страховками и, возможно, что с налоговой инспекцией. Поэтому будьте внимательны. Финансовая ситуация вашего супруга, вашего партнера по бизнесу тоже может очень резко меняться в декабре. Ну, и восьмой дом, он отвечает за нашу интимную сторону жизни, поэтому кто-то из вас, дорогие овны, может сменить своего сексуального партнера или же переживет всплеск сексуальной энергии. Ну, а еще восьмой дом отвечает за травмы, за хирургические операции, поэтому весь месяц, дорогие овны, вы должны быть внимательны и за рулем, и на дороге, и на работе. Постарайтесь избегать травм и, конечно же, не подвергайте себя риску. Некоторые из вас, дорогие овны, могут закрыть какой-то свой финансовый вопрос в декабре. Возможно, вы рассчитаетесь кредитом или отдадите какой-то долг, или же наоборот, вы решите вступить в новые финансовые отношения или обязательства. Но лучше, конечно, этого не делать. Кто-то в ноябре из вас может получить наследство, или же у вас, у вас тоже могут происходить изменения в вашем финансовом положении в любую сторону. Меркурий. Меркурий будет двигаться до 20 ноября ретроградно, опять же, в вашем восьмом доме, о котором мы только что говорили. Это дом трансформации, дом долгов, кредитов, дом чужих денег, дом наследства и интима, а также Солнце здесь будет находиться в вашем восьмом доме до 22 ноября. Солнце – это личность, это мы, это наши амбиции. А Меркурий – это планета, которая отвечает за общение, за бизнес, за поездки, за информацию. И вот вероятно, что многие из вас, дорогие овны, в ноябре будут, опять же, заняты делами для получения выплат каких-то. Это могут быть кредиты, субсидии, пособия, страховки, пенсии, наследство. Ну а также в ноябре кто-то из вас может получить доступ к ресурсам, к ресурсам ваших партнеров по браку или же по бизнесу. С одной стороны, эти две планеты, они наделят вас в декабре невероятной, извините, в январе невероятной энергии. Наделят вас уверенностью в себе. Но вот с другой стороны, это, конечно, говорит о том, что могут быть опасности в ноябре. И многие из этих опасностей, они вообще могут быть незаметны на первый взгляд. Ну и поскольку восьмой дом связан с экстремальными ситуациями, с чужими деньгами, так что особенно осторожными следует быть тем овнам, которые работают в банках, в магазинах, страховых, инвестиционных компаниях, работают с чужими большими деньгами. В начале месяца, дорогие овны, будьте готовы, что могут появляться различные препятствия. Например, могут переноситься какие-то сроки, тормозиться дела. И, конечно же, причиной всему этому будет ретро-меркурий. В это время некоторые дела, они вообще могут зависнуть, застыть в какой-то мертвой точке. И все наши действия, они будут напоминать бесполезную суету. Меркурий ретроградный влияет на всех нас с вами. И вот управление какими-то общими, семейными или вложенными в какое-то дело деньгами, здесь тоже может приносить путаницу. И сложно будет проходить, если сейчас у вас будет проходить какой-то раздел имущества, или вы будете заниматься документами о погашении долгов, здесь тоже могут возникать какие-то препятствия и путаница. избегайте весь ноябрь финансовых рисков. Особенно это касается оформления нового кредита, каких-то крупных покупок. Это лучше перенести на другое время. Но в то же время это хороший, хороший период для того, чтобы переговорить с банками о рефинансировании вашего кредита. Вот здесь вы можете получить рассрочку, погашение задолженности. И в начале ноября из-за неблагоприятных аспектов Марса с Плутоном вы, дорогие овны, должны проявлять терпение и избегать различных трений, конфликтов с вашим начальством, с вашими деловыми партнерами и с клиентами. Если вы сейчас не сможете сдержать свои эмоции, то этот конфликт, он может иметь серьезные последствия и привести к финансовым и вообще к потерям вашего имиджа. Это навредит вам. На работе, на работе тоже в это время, в этот период вам нужно не допускать каких-то ошибок, потому что их придется, скорее всего, еще очень долго исправлять. И вот, чтобы избежать такие досадные оплошности, воздержитесь, конечно же, от спешки. Постарайтесь не принимать никаких решений с горяча и проверяйте все несколько раз. Помните, что сейчас все ваши действия в ноябре будут на виду, и вы не сможете скрыть от своего руководства даже самую маленькую погрешность, самый маленький промах. Ну и, конечно же, по возможности, дорогие овны, откладывайте какие-то новые дела, важные дела, ответственные на конец ноября. Займитесь только тем сейчас, что хорошо умеете и хорошо знаете. Ретро-градный Меркурий может сделать многих из вас подозрительными. Кому-то из вас, дорогие овны, может казаться в ноябре, что ваши коллеги плетут какие-то интриги о вас, они ополчились на вас и готовят за вашей спиной заговор. И начальник ваш тоже смотрит на вас неправильно и может сократить с работы. Вот гоните от себя прочь такие негативные мысли. Иначе вы просто загоните себя в состояние сильного стресса. На самом деле, дорогие овны, вы должны понимать, что ваше окружение вас ценит, вас уважают и не нужно записывать во враги каких-то коллег, которые на вас сейчас не так посмотрели, как вам хотелось бы. Ваш главный враг сейчас в ноябре будет не ваши коллеги, не другие люди, а ваша собственная мнительность. Вот имейте это в виду. Сейчас же в вашей жизни также могут возвращаться люди из вашего прошлого. И не только люди, а проблемы, какие-то ситуации из вашего прошлого. Особенно воспоминания. Воспоминания о вашей бурной молодости и как все это было прекрасно. Ну и большую часть месяца солнце тоже проведет в вашем восьмом доме. Поэтому особое внимание в ноябре многие из вас будут уделять все-таки именно своим финансам. Может поступить в течение ноября несколько очень интересных деловых предложений для вас, благодаря которым вы сможете заработать, увеличить свой доход. Например, кому-то из вас могут выписать хорошую премию или выплатить компенсацию за переработку или просто вернуть старый долг. многим из вас дорогие овны уже в октябре приходилось много договариваться. Возможно вы искали какие-то компромиссы, шли на уступки вашим партнерам и брачным партнерам и партнерам по бизнесу. Кто-то мог больше времени уделять семье своему браку, кто-то в октябре мог начать делать первые шаги для того, чтобы узаконить свои отношения. И вот сейчас в ноябре может появиться желание убежать, убежать, забросить все эти дела, спрятаться, отдохнуть от того октябрьского стресса, когда вам приходилось приносить себя в жертву, приносить в жертву свое эго для того, чтобы договориться. И вот те овны, кто подал заявление для вступления в брак в октябре, или наоборот, подал заявление на развод, сейчас могут испугаться, испугаться этих решений. Может появиться даже паника, что вы поступаете неправильно, кто-то начнет бояться, что потеряет свою свободу, если вступит в брак, потеряет независимость, и что вам придется отказаться от своей карьеры, вам придется посвятить себя вашим отношениям. Ну, а те, кто подали на развод, вы, наоборот, можете сейчас бояться одиночества. Кто-то начнет бояться, что будет слишком зависим от своего партнера, и Марс, ваш управитель, он будет в вашем знаке, в седьмом доме, до 19 ноября, дорогие овны. Поэтому многие овны могут просто тонуть, тонуть в своих страстях, и даже пуститься во все тяжкие. Кто-то, возможно, будет употреблять алкоголь, что на вас не похоже, дорогие овны. Кому-то захочется сейчас иметь все и сразу, и вы можете поддаться на эти искушения, например, взять кредит или одолжить деньги и спустить все это на какие-то развлечения, игры. Вот постарайтесь не потыкать своим слабостям, ни к чему хорошему это вас не приведет. При ретро-меркурии в восьмом доме подозрительность, ревность тоже может осложнить отношения с вашим любимым человеком. Вы можете, например, сейчас до 20 ноября решить, что ваш партнер вам изменяет или он планирует, планирует это сделать. Вот помните, что эти подозрения, они, скорее всего, будут беспочвенные, в это время. Поэтому не нужно усложнять жизнь ни себе, ни своему партнеру. 1 ноября Венера. Венера планета любви, планета комфорта, денег переходит в знак стрельца. Это ваш девятый дом, дорогие овны, дом философии, дом путешествий, дом расширения нашего кругозора. И Венера до 26 ноября проведет у вас здесь, в девятом доме. и это прекрасное время для семейных путешествий. Это лучшее время в году для каких-то дальних путешествий. И как раз это будет последняя декада месяца, ноября, вот после 20 ноября начнется прекрасный период для этого. Ну а также этот период, он благоприятен для переезда будет, в том числе для переезда в другой город или страну, только не при ретроградном Меркурии. Сейчас возможно, что кому-то из вас, вам, дорогие овны, или вашему супругу могут предложить очень интересную и перспективную работу. И возможно, что такая работа будет в другом городе или за границей. Или же кто-то будет, придется просто покидать родные места по каким-то семейным обстоятельствам. Вот если это произойдет с вами в начале ноября, все-таки постарайтесь немного потянуть время. После 20-го числа, когда уже Меркурий развернется и начнет двигаться директно, то есть прямо, все пойдет как нужно. Кроме того, еще в конце ноября сформируется благоприятный аспект между Венерой. Венера это женское начало, это деньги, благополучие, комфорт, любовь и Юпитером. А Юпитер это планета удачи, это дальние страны, это социальный успех, также Ураном, а Уран это неожиданности. И вот в последние дни ноября Уран тоже станет двигаться по прямой, так что никаких препятствий в конце ноября для вашего счастья на новом месте уже не будет. И вот тогда отправляйтесь. те овны, кто находится в стабильных союзах, семейные овны, Венера в стрельце принесет вам больше оптимизма, больше каких-то ярких моментов в ваши отношения. И вам сейчас будет проще договориться с партнером, если будут возникать какие-то ссоры. Уйдут в прошлое напряжение, ссоры по мелочам тоже. И вблизи 14 ноября, когда Венера будет в квадрате с Нептуном, может для вас открыться какая-то тайна, какая-то тайная информация, которую от вас скрывал ваш партнер. И это не будет чем-то слишком значительным, но все-таки на время возможно, что эта ситуация, эта информация может испортить ваши отношения. Для какой-то части овнов, которые находятся в таких длительных отношениях, ноябрь может стать прекрасным месяцем духовного единения. Могут быть венчания в церкви у пар, или вы будете подготавливаться к этому важному событию. Ну, а те овны, которые до сих пор одиноки, то для вас этот месяц станет временем знакомств. И встречи могут происходить везде. Это может произойти и в путешествии за границей. И возможно знакомство, такое начало отношений на расстоянии по интернету. Ну, что же, если вы ищете себе пару, то будьте сами активны в социальных сетях, на каких-то международных сайтах знакомств. и не стесняйтесь первыми начать общение. Не обязательно ваш новый знакомый будет иностранцем, конечно же, просто он может иметь какие-то отличные от вас корни. Например, у него будет другая национальность или он будет выглядеть по-другому, у него будет другая вера, и вот у вас имеются очень хорошие перспективы, чтобы познакомиться с таким человеком. Ну, а также вы можете познакомиться с людьми, чья профессия или род занятий связан каким-то образом с заграницей. Например, это может быть переводчик, учитель иностранного языка или дипломат. И в конце месяца, дорогие овны, для вас, а для тех, кто одиноки, новые отношения также возможны и на вашей работе или через какую-то вашу профессиональную деятельность. Ночью с 1 на 2 ноября Луна соединится с нисходящим узлом. И вот это время, когда с кармической точки зрения нужно платить по счетам. В эти дни у вас могут что-то отнять из-за тех долгов, которые вы уже наделали когда-то в своих прошлых жизнях. Не рекомендуется заключать никакие сделки в эти дни, знакомиться или устраиваться на работу, потому что ничего хорошего из этого же конечно не выйдет. Ну а также этот же аспект повторится еще раз 29 ноября. 7 ноября соединение Луны с Черной Луной. Это день, который будет связан с искушениями. Вокруг нас будет полно соблазнов. Ну конечно же у нас всех будет выбор. Мы можем поддастся этому соблазну, пойти у него на поводу или все-таки побороть его. Соединение будет в знаке рэпы, скорее всего, что речь будет идти о соблазнах, которые касаются или алкоголя, или наркотиков, каких-то тайных обществ, или интриг. Еще два дня. 9 ноября и 22 ноября квадрат Луны к узлам. Вот это два дня, когда мы можем столкнуться с ситуацией борьбы, в которую нас просто втянет квадрат Луны с узлами. Но это дни, когда мы можем переломить свою плохую карму, если мы сможем побороть в себе эти искушения, если мы не поддадимся до них. 9 ноября Луна будет в Овне, в вашем знаке. И скорее всего, что именно вы будете инициатором этих событий, этих искушений, соблазнов, или же это событие затронет лично вас, дорогие Овны. А вот 22 ноября Луна будет находиться в весах, и тогда инициатором события в тот день, инициатором искушений будет другой человек, и он может искушать вас или искушать кого-то другого, кто вам очень важен, например, ваш партнер или ваш ребенок. 11 ноября, далее, извините, 12 ноября, 12 ноября полнолуние солнца в знаке скорпион, луна в знаке телец. Это ваш второй дом, дорогие Овны. Второй дом, дом денег, но уже тех денег, которые вы заработали своим трудом, а еще это дом ценностей. И вот это время, когда вы можете испытывать очень сильные эмоции при этом полнолунии. Многие могут почувствовать, что, например, попали в ловушку, попали в ловушку своих прихотей, из-за которых у вас появились проблемы. Возможно, это долги, которым вас подталкивали последние месяцы все ситуации, которые происходили вокруг вас. И вот сейчас эти взятые вами ранее кредиты или долги, или какие-то любовные отношения, они могут показаться вам слишком тяжелыми, изнурительными для вас. И это полнолуния для вас высветит прежде всего и покажет вам проблемы. Проблемы, которые связаны с вашими деньгами, с вашими финансами. И если при новолунии в вашем восьмом доме, которое состоялось 28 октября, вы уже все просчитали, проанализировали свои финансы, свои обязательства, пересмотрели их, или же вложили куда-то ваши совместные деньги, в какой-то проект, бизнес, инвестировали их, то сейчас возможно, что вы сможете увидеть и получить первые плоды, первую прибыль, первый результат. Ну, а также многие из вас сейчас по этому полнолунию полностью спланируют свой бюджет или же туда внесут какие-то изменения, чтобы все было на высоте. Ну, конечно же, второй дом вы можете подвергнуть проверке свою систему ценностей, свою сексуальность, дорогие овны. Ну, а если при новолунии в восьмом доме вам досталось какое-то наследство или вам достались наследство какие-то деньги, то сейчас, скорее всего, к полнолунию вы точно будете знать, как вы ими распорядитесь, что вы с ними будете делать, будете их вкладывать или тратить. Ну, а те овны, которые начали новые сексуальные связи по новолунию 28 октября, завели себе нового партнера, то сейчас вы точно решите, что вы будете делать с этим партнером, с этими отношениями и вообще хотите ли вы их продолжать. Ну, а также в это полнолуние на горизонте, конечно же, могут появиться чужие деньги. Возможно, что вам могут дать кредит, хотя это нехорошо в этом месяце. Выплаты по депозитам или по страховкам тоже могут быть. Полнолуние во втором доме означает какое-то финансовое завершение. Вот возможно, что вы закончите выплачивать свои долги. Долги по кредитным карточкам или же сделаете последний взнос в оплату вашего кредита. до 19 ноября Марс будет ваш управитель, дорогие овны, и он будет в вашем седьмом доме брака и партнерства. Там он будет давать много энергии. Ваше здоровье в течение ноября тоже может быть изменчивым. Вы будете более чувствительны сейчас к переутомлению, к стрессам, к холоду, поэтому имейте это в виду. Ну а также ноябрь для вас травмоопасное время, поэтому постарайтесь избегать и экстрима, и риска. Марс перейдет в знак Скорпион, в ваш восьмой дом, дорогие овны, дом трансформации, экстрима, чужих денег 19 ноября. И вот Марс в Скорпионе может многих из вас подталкивать, начать вести какую-то скрытую жизнь, какой-то скрытый образ жизни, завести какие-то тайны, что-то недоговаривать. И у вас могут появиться тайны от вашего партнера или какие-то дела. Марс это ваш управитель, во-первых, но также Марс управляет знаком Скорпион. И Марс Скорпионе может человеку дать очень много, дорогие овны, но вы должны иметь в виду, что так же много Марс Скорпионе может отнять, забрать от вас, когда правда наконец откроется. И может быть, что вы потеряете больше, чем Марс вам дал сейчас. Вот потратьте лучше вторую половину ноября на переосмысление. Подумайте, насколько правильным является ваш образ жизни, насколько правильным является ваше отношение или к вашему бизнесу, или к вашей личной жизни. Ваше отношение к вашим деньгам. И вот постарайтесь исправить свое неправильное отношение. Это вам как раз пойдет на пользу. С 23 по 25 ноября оппозиция Урана с Марсом принесет вам перемены, дорогие овны. К сожалению, скорее всего, что в эти дни перемены могут быть какими-то неблагоприятными. К вам могут приходить какие-то не совсем благоприятные новости, некие внезапные обстоятельства, поскольку Уран планета внезапности, планета неожиданности могут вдруг менять ваши планы, отменять какие-то планы, встречи вот на эти дни. И это будет в лучшем случае, что может произойти, а может могут произойти какие-то события, которые радикально могут изменить вашу жизнь. Имейте это в виду. Вам в эти дни обязательно нужно избегать любого риска и вообще остерегаться каких-то опасных ситуаций. Конечно же, в эти дни ни в коем случае не делайте операции, ну, кроме тех, которые жизненно вам необходимы. Не занимайтесь какими-то экстремальными видами спорта, ни в коем случае не рискуйте чужими деньгами, потому что это дни, когда судьба, дорогие овны, даст вам урок, что против вашей силы всегда может найтись другая сила. И вот лучше, если вы сейчас поймете это сразу и не дожидаясь, пока проверите это утверждение на практике и пока планеты докажут вам это. поэтому конечно же напрашивается вывод. Вот если провести дни с книгой на диване эти даты, то ничего плохого с вами не случится. А вот за компьютером или у телевизора как раз время проводить в эти даты не нужно, поскольку уран символизирует электричество, электроприборы, и никто не может поручиться, что ваша техника не устроит вам какой-нибудь пакости в эти дни. Ну а также не нужно ремонтировать свои электроприборы или пользоваться даже электробритвой или даже менять лампочки в эти дни. Потерпите. Далее новолуние в Стрельце 26 ноября произойдет в вашем девятом доме. Философии путешествий в доме за границей, в доме высшего образования. И эта новолуние заложит энергии уже на декабрь. А декабрь будет месяцем затмения. Ну и конечно же это будет последний месяц в году, поэтому в этот день очень хорошо спланировать наиболее важные дела для того, чтобы завершить 2019 уходящий год. Девятый дом может для вас выдвинуть на первый план путешествия в декабре. Но вы должны быть внимательны, внимательны в путешествии, внимательны при решении вопроса об иммиграции в декабре, если вы раздумывали над такими. И даже те овны, которые сейчас возможно не отправятся в настоящее путешествие, то вполне возможно, что вы сейчас будете готовить, готовить ваше путешествие, искать билеты, читать о тех странах, планировать его. Кто-то из вас здесь может решить возобновить учебу, кто-то получит диплом более высокой пробы, кто-то отправится на курсы усовершенствования, ну, а кто-то примет решение посвятить себя астрологии. Однако, конечно, разные люди, они по-разному проявляют энергию новолуния, и для кого-то этот период может также стать временем сражения в судах, дорогие овны, или вам придется разбираться с какими-то юридическими вопросами. Здесь могут возникнуть волнения, поскольку это тоже тема девятого дома. Ну, и, конечно же, возможно, что следующий месяц вы будете больше времени проводить в интернете. Кого-то из вас может ожидать известия о том, что у вас появились внуки, или же вы просто станете больше времени проводить со своими внуками. Во всем сейчас весь месяц, дорогие овны, для вас будет важен очень душевный настрой в декабре. И действуйте сейчас во всем по совести, хотя это нужно делать всегда, и для вас это будет самым лучшим оберегом, и тогда вам будет нечего бояться. 27 ноября Нептун возвратится в прямое движение в знаке рыб. Но об этом мы с вами, дорогие овны, поговорим уже в следующем месяце. вот такой месяц, непростой месяц ожидает вас. Ну что ж, дорогие овны, удачи и до встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok